Своего первого вампира я убил в 16 лет. Это я про Грея, если что. Наш персонаж. Я Рома. И да, сегодня мы убиваем очень-очень давнего врага нашей семьи. И этот выпуск не только про убийство, он еще и про цветочки. Так что... Оставайтесь. Нет, серьезно про цветочки. Смотрите, заказать, купить семена. И нам понадобится очень много семян цветов. Таким образом мы убьем очень много зайцев сразу. Не буквально. Тут никак с вампирами работает. Схема крайне простая. Как видите, у нас теперь есть небольшой амбар. Вот так он выглядит. В нем просто очень много клумб. Начинаем садить все эти цветы, параллельно зарабатывая баллы удовлетворения, которые мы потратим на одну очень важную черту характера Грея. И да, амбар, потому что у нас времена года длятся всего неделю. За это время не успеет вырасти ни одно нормальное растение. Я имею ввиду до превосходного качества. Поэтому мы держим все в укрытии. Там растения растут чуть медленнее, но зато всегда. Так вот, почему схема работает именно с цветами? Дело в том, что способ убийства, самый наверняка работающий, это создать букет с цветками смерти. Для этого нужно быть очень-очень прокачанным. Что флористом, что садоводом. Потому как там цветок смерти открывается, по-моему, только на 10 уровне. Ну, то есть мы покупаем комплект семян с редкими семенами. Там может выпасть цветок смерти. Все остальное лотерея, типа рыбачить. Или, короче, есть какие-то способы, а они все не 100%. Только вот этот работает на 100%. А еще букеты здесь очень дорого стоят. Поэтому неплохой шанс подзаработать. Да, нафига ему деньги, спросите вы? А я хотел бы выполнить вот эту жизненную цель для того, чтобы получить черту характера рассудительной, которая будет раз в неделю давать нам еще то ли 5, то ли 10% от всего семейного бюджета. Что, как вы понимаете, дофига, если у тебя дофига денег. И знаете, давайте, наверное, пока отменим посадку. Потому что нам ведь нужно в первую очередь садоводство развить. Для этого нужно перейти в внимательное настроение. Если кого-то прокачиваете, следите за настроениями. Это одно из самых важных, что есть в прокачке. Пересветлил. Нормально было. Ладно, нормально. Или пересветлил. Да, вот так. Он так медленно их сажает, что первые цветы, которые он посадил, уже выросли. А мы даже ряд не закончили. Супер. Что касается флористики. Довольно прибыльный на самом деле навык. Единственное но, и что мне нравится, чем отличается этот навык от рисования. Поначалу, на первых уровнях мы не будем в плюсе. То есть, если рисование, вы просто покупаете мольберт, кидываете там 50 долларов даже на самую дешевую картину, вы продадите ее дороже. Все. Рисование, бесконечные деньги, слава и так далее. Совершенно неинтересный навык и какой-то даже читерский дисбалансный. Здесь, во флористике, вы не получите столько, сколько потратите на букет с самого начала. Хорошо, что у нас есть тонна маргариток. И первые букеты обойдутся грео бесплатно. А стоить будут, тем не менее, 6 долларов для продажи. Но сначала школа и знакомство. В конце концов, не забываем, что у нас с фоном нужно набрать достаточное количество девушек, перед тем, как мы выйдем замуж. Женимся. Всегда путаю. Одноклассница Маргарита? Давай. А ты где? Алешка? Алло, ты Маргарита? Не похоже, слишком бородатая. А, вот она. А, подождите, так подростки в Европе здороваются. И вообще, я правда ни разу не расист, но почему все его одноклассники и одноклассницы черные? То есть, окей, никаких проблем с этим. Просто где белые персонажи? Ты куда? Эй, это наши грядки. Не трогай. Даже не смей есть эти цветы. А, она решила поболтать с одним конкретным цветком здесь. Из всех этих. Как она выбрала? Опять же, я не задаю здесь вопрос, и мы просто играем. И да, смотрим премьеру сезона. То есть, действительно, праздник такой, Грей любит эту традицию, поэтому, что бы не заработать лишние баллы удовольствия. Еп, есть. Дальше к растениям. Потому как до взросления нам осталось 3 дня, и в школе у нас есть 2 дня выходных. На пятницу, суббота, воскресенье, выходные сами по себе. В понедельник снова выходной, и взрослеем. Шикарный план. Надежный, как швейцарские часы. Тот же букет, но уже за 12 долларов. Верите, мы развиваемся. И есть одна вещь, которую нужно затестить. Смотрите, мы добавляем запахи определенных растений в готовые композиции. Если мы добавляем запах цветка смерти, то это моментально старит персонажа, которому мы дарим этот букет. Собственно, это и есть способ окончания вражды с Владислаусом. Мы просто задарим его этими букетами. Ему это не понравится, но кто его спрашивает? Там уже ничего не исправить. Так вот, мой основной вопрос в том, можем ли мы добавлять запах цветка смерти в любую композицию, и это старит другого персонажа. Либо нам нужно дождаться 9 уровня навыка флористики и добавить запах цветка смерти в букет с цветком смерти. Посмотрим, работают ли с непрокаченной флористикой просто букеты из цветков смерти. Да. То есть, как вы понимаете, флористика нам пока нафиг не нужна, мы сосредотачиваемся на садоводстве. Для этого достаточно во внимательном настроении изучать свои растения. Со всеми бонусами, я думаю, довольно быстро мы полностью освоим садоводство. Нам нужен 10 уровень для того, чтобы взять пакет редких семян. И как я говорил, существует вероятность, что в этом пакете нам попадется семена от цветка смерти. И да, сейчас мы снова всех переиграем, потому что с нашим влиянием мы можем продвинуть политику экологичного садоводства. То есть, мы будем получать больше влияния за то, что занимаемся садоводством. Черт, по факту мы потратили почти все очки влияния, потому как 10 очков влияния это один голос. То есть, у нас не осталось голосов на следующие голосования, но мы будем заниматься и спортом, и садоводством. Это будет нашими политиками, это будет давать на очки влияния. Я думаю, вы уже понимаете, как это работает. Давайте расскажу вам про то, какие запахи нужно добавлять в свои букеты, чтобы добиваться определенных настроений или состояний у тех симов, которым вы дарите эти самые букеты. Список не такой большой, там буквально 10 растений. И если вы добавляете львиный зев в букет, тогда персонаж, которому вы подарили этот самый букет, становится сердитым. Для того, чтобы счастливым сделать персонажа, которому вы дарите букет, нужно добавить запах хризантемы или маргариты в тот самый букет, который вы дарите опять же. И теперь чуть быстрее. Когда вы поняли схему, просто зачитаю вам список растений и что делает это растение, если вы добавляете его запах в букет, который дарите персонажу. Бегония делает ошалевшим, Георгина делает грустным. Для того, чтобы вдохновить персонажа, нужно добавить запах лилии в букет, для того, чтобы отправить персонажа, которому вы дарите спать, то есть подействовать как снотворное, надо добавить запах морозника в букет. Если добавляете розу, я думаю, очевидно, персонаж становится кокетливым. Если добавляете орхидею, это повышает шкалу досуга. Для того, чтобы персонажа сделать уверенным, персонажа которому вы дарите букет, надо добавить стрелицию, а если добавляете запах цветка смерти, то, как мы уже говорили в этом выпуске, персонаж мгновенно переходит в следующую возрастную категорию. А вот и лейбл нам начал писать, деньги от него приходят такие себе. И вообще про музыкальную индустрию был предыдущий видос, вот здесь вырезала подсказка, там рассказал про все, сейчас мы этим не занимаемся и наверное даже потеряем контракт с лейблом. Ох, тут даже гости к нам идет, или нет, не идет, ладно. Так вот, там все есть, если интересно, как работает музыка, лейблы, контракты, это все там. Эй, ты что вход нам заваливаешь? А, нет, мы все еще можем выйти. Но все равно, как-то не по-человечески получилось. А, смотрите, ни единого цветка мы еще не вырастили, садоводство уже на восьмом уровне. Итак, садоводством, как видите, он почти овладел. Это позволит нам покупать семена редких растений, ну и вы помните, что там может попасться цветок смерти, который мы обязательно посадим, вырастим, добавим его запах в наш пакет и посмотрим, влияет ли один только запах на фиговый, например, букет, и можем ли мы просто подарить ему букет маргариток, самый дешевый Владислаусу, и постареет ли он тогда. Если нет, тогда придется быстренько прокачать еще и флористику, но я думаю, что только садоводства хватит. Оп, прокачан, шикарно. И, насколько я понял, семена редких растений нельзя купить на компьютере, там уже появляется отдельная функция для прожженного садовода, типа купить сезонные растения. Но это не подходит, нам нужны редкие, находятся они здесь. В увлечениях и навыках, садоводство, вот эти редкие растения за тысячу. На всякий случай купим 4, 5, да, ладно, 5 хватит. Ну-ка, серьезно, да? Так, ни одного цветка смерти там не было. Это странно, обычно мне сразу первых попадаются, но вы знаете, как это работает. Вам лотерея с первого раза везет, а потом больше никогда не везет. И награду Starlet Pictures вы тоже получаете с первого раза, а больше никогда в игре. Окей, тратим еще 5. Нет, ладно, еще 10 тысяч. Нам очень нужен цветок смерти. Нет, все еще ни одного. А мы уже 15 штук потратили. А может быть я тупанул, и они находятся в необычных растениях, тогда нам хватало бы и 7 уровня, навык садоводства. Давайте чекнем. Накупим тоже 10 комплектов помидор. Серьезно. Так, окей, это все какая-то ерунда. Цветок смерти где? Алло. Да, я просматриваю коллекцию, мы его так и не получили. Что ж, это дороже, чем я думал. Намного дороже. Самое обидное, что мы вот столько покупаем, а нам остальные растения, все эти вот дерево с эмоциями и жвачные растения, нафиг не уперлись. Есть. Два. Да, оно. Вот эту ерунду мы удаляем и садим самое важное. А, ну еще можно орхидею, потому что они очень дорогие. И теперь остается только ждать. Можно сделать небольшой трек, просто чтобы порадовать и наш лейбл, и не потерять ту единственную звездочку, которая у нас осталась. Все, хорош, 5 секунд поработал, хватит. Давай записывай трек. Плохое качество, кто бы мог подумать. Еще разок. Вот. Давай, ты можешь лучше. Да, оно. Европейцы. Почему они все целуются при встрече здесь? Ну да, смотрите, наши растения подрастают потихонечку, приносят нам деньги, все идет своим чередом. Абсолютно. Наш крутой добрый персонаж просто дружит с людьми на своем районе. И никто еще не знает, куда это идет. А вообще жаль, что прикончив вампира, мы не можем продать его дом. Да, я знаю, что можно поселиться к нему в семью, там все продать, там получить денег. Но нет, почему нельзя? Просто вот, ну как бы и понятно, почему нельзя грабить здесь в Sims. Но почему? Пожалуйста. Да, есть мода и все такое, но... В общем, жаль, что мы прибьем вампира и все его имение просто останется стоять никому не нужное. Все его деньги, все его богатства, все это просто пропадет. Ну а пока мы обычный, самый добрый персонаж в нашем челлендже. Кажется, мы слишком увлеченно разговаривали с тем соседом с бокалом в руке. Да, Грей. Но его можно понять? У нас сегодня Новый год, который мы, правда, проспим, потому что ему не очень хорошо, надо уже идти спать. Так что, Грей, новогоднюю ночь, пьяный отсыпается. Да, офигенный, самый добрый, самый светлый, самый хороший персонаж. Убивает людей, пьяный спит в Новый год. Супер. Рома, мастер истории, держусь прописанного сюжета, только вообще, только в путь. А вообще нет, давайте проснемся в полночь, отметим Новый год и опять ляжем спать. Может еще и Саня пригласить? Интересно, она придет или нет? Ночью. Или персонажи считают, что это слишком поздно? А, будет. Вообще супер. Очень семейный Новый год. Правда, хрен знает, что это за чел, он просто зашел к нам в гости. Видимо, парень просто повзрослел. Бывший наш одноклассник, хватит меня сбивать. Ладно. Новый год. Саня вырубила. Чел такой, типа, что? Все, 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 теперь пора спать. Только продадим букетик и сразу спать. Отправляем Саня домой и счастливые пьяные ложимся спать. Эх, не успели Владиславу на Новый год этот букет подарить. Ну, ничего. Подарим на новогодние выходные. The Next Day. Ух ты шьем, а сегодня же у Грея днюха. А он здесь цветами стоит, занимается. Последний букетик и празднуем днюху. Наш день рождения. Следующий день, надеюсь, будет день смерти вампира. Пожалуйста. Просто эти цветы смерти, нихрена не растут. Просто стоят в таком виде уже полнедели. День рождения не целевое, потому что нам не нужно получать медаль. Грейм и Нинни пригласим собственных родителей. Где они здесь? И давайте отправимся на родину. Красавец. Просто лучший. Жаль, что у нас здесь, кажется, закрыта дверь. Да, и мы не можем ничего с ней сделать. Пройти сюда тоже. Эй, где сад? Только пчелы опять странно себя ведут. Капец. Короче, все очень плохо с садом денежных деревьев. Он просто постоянно пропадает. Давайте делать торт. Общаться с родителями. И взрослеть. Ах, дом родимый дом. Недопустимое поведение. Пожалуйста, прекратите. Что? Я вообще-то торт хотел нам приготовить. Я не буду прекращать. Нам нужен торт, чтобы повзрослеть. Отвали от меня. Отвали. Эй. Хорош. Сфига ли вы ссоритесь? Что за дела? Окей, плевать. Наверное, отправляться сюда было ошибкой. Так, с меня хватит. Вам придется уйти. В смысле придется уйти? Я просто пытаюсь сделать торт. Дай мне сделать торт. Найс. Все, теперь ты меня не остановишь. Что, простите? Как здорово. Вас только что выгнали. Обращайтесь позднее. Потрясающий день рождения. Просто, может, так тортику бы. Тортику можно? Вот, попаду в тортик. А, нет, он закрыт. Черт. Ладно. Поехали праздновать у нас. Я на самом деле даже забыл, что Саня-то на самом деле нелюдимая одиночка, которая не очень любит людей. И, в принципе, ее больше волновали ракеты и космос, чем собственный сын. Поэтому, даже в описании этого поколения, четвертого поколения, вот, Грея, даже в описании, кстати, у Грея было сказано, что он как раз перекладывает на своих детей то, чего ему не хватало в детстве. То есть, родительского отношения. Именно поэтому из дополнительных задач нам нужно быть другом. Каждому своему ребенку нужно смотреть по воскресеньям кино с ними. Так что, да, мы просто компенсируем то, чего Грею в детстве не хватало. Вот такая у него мать. Не, ну вообще она топ. Если не видели, вот тут вот подсказка вылезла с самого начала Сани от и до. Очень классный персонаж. А вот посмотрим сейчас, можно ли торт... Воу. Найс. Так вот, можно ли на торт поставить свечи не в день рождения, а в любой момент задуть и стать взрослым. И да, не забываем про то, что нам еще, блин, Владиславуса убивать. Куча хлопот. Ну-ка, есть. Давайте даже просто без вечеринки задумаем свечи, становимся взрослым. Пока в одиночку. Свою семью ты еще создашь. А, да, надо расстаться с девушкой. Оу, ты как тут оказался? Вот ведь. Я думаю, если вы не в курсе правил, то удивитесь в третьей черте этого классного персонажа... Стоп! Черт! Не та жизненная цель. Но вы видели, мы просто прошли уже атлетизм. Я не могу ее выбрать. Потому что, ну, прошли. Так вот, он неряха, а родители подарили нам элементы. Ах, когда твои родители ракетные ученые. Все, ты молодой. И вот мне, кстати, интересно, можем ли мы расстаться с девушкой, которая подросток, учитывая, что нам недоступны вообще-то романтические взаимодействия. А, нет, доступны. Подождите, она уже... А, она тоже уже молодая. Тогда идеально, значит, можно ее бросить. Извиняюсь. Надеюсь, в репутации мы не потеряем. Она нам очень нужна. И нам можно, наконец-то, начинать отношения со всеми. С молодыми, взрослыми... А, ну и все. С молодыми и взрослыми. Ну, хотя бы по-нормальному разошлись. Судя по всему, никто не ревет. А, черт. Все, расстались. Пока. А, нет, знаете что? Давайте попросим у нее прощения, чтобы никто не обижался. И потом отправим домой. Ну-ка. Сработает? Сработало. Теперь вали. Что угодно происходит, кроме, блин, выращивания цветка смерти. Что ж такое? Почему он так долго растет? Я боялся, что серия будет слишком короткой. Да, мы начали работать, кстати. Все по правилам. Пошел в спорт. Но только как-то вакансия не та. Мы станем футболистом. Вот, увидите. Лучшим игроком на свете. И почему ярость? Люди нормально расстаются. Но в любом случае, первые отношения из трех готовы. Даже орхидеи уже выросли. И нифига не дают. Пока я тут жду, когда вырастет наш цветок смерти. Персонаж проходится. И посмотрите, в карьере мы продвинулись настолько, что выбираем специализацию. Между тем, пойти ли и быть культуристом, либо пойти в футбол и стать профессиональным спортсменом. Конечно, футбол. Теперь мы игрок низшей лиги. И вообще, в реальном мире, даже игроки низшей лиги получают такие зарплаты. И вообще, футболисты живут в таком финансовом пузыре, оторванном от мира. Что даже футболист низшей лиги может позволить себе тот дом, который мы приготовили для нашего игры. Так что, как только он соизволит вырастить этот самый цветок смерти, обязательно переедем туда. Сразу после того, как покончим с вампиром. И да, он не просто деревья смотрит. Мы тут соперников изучаем. Сколько я этого ждал? Вы не представляете, прошла почти неделя, у меня разрядился свет. И я не знаю, сколько он протянет. Поэтому давайте быстро и буднично пойдем замочим вампира. Собираем весь урожай. Идеально совпало, что сегодня у нас еще и выходной. То есть, как бы ни у кого не будет вопросов, почему это мы не на работе. Кстати, я не на запись посмотрел, как работают эти запахи. Можно создать даже самый дешевый букет, так чтобы это не было подозрительно. Зато букет будет восхитительного качества. А добавлять запахи мы можем как раз только к букетам восхитительного качества. То есть, создать что-то дорогое, но такое средненькое, это не вариант. Я не понял. Еще и сверху рубился. Какого хрена? Видимо, нужно допрокачать флористику до девятого. У нас только шестой. Подзаряжу батарейки и вернусь к вам. Все это очень долго, ребят. Если хотите, дарите эти букеты. Короче, убивать в Sims не так быстро и легко. Лучше скачайте какую-нибудь рубилку. Если вам этого очень хочется. Воу, я тут случайно коллекцию завершил. Побочно. И как дурак за 15 тысяч получил всего два цветка смерти. Но нам нужно больше. Вы знаете, зачем я здесь. У меня есть цветы смерти. Мы отпросились с работы. Заканчиваем наш простенький букет, в который добавим запах цветка смерти. Вот оно. Запах редкого цветка. Цветок смерти. Окей. Окей. Сейчас нам нужно понять, сработает ли это. Помещаем сюда. Как это дарить людям? А как дарить людям этот букет? Ладно, сейчас найдем. Отправляемся к Владислаусу. День признали в любви, кстати. Так что традиция такая. Дарить букеты. Очень кстати. Пожалуйста, будь дома. Найс, он дома. Ну-ка посмотрим, как здесь дарить. А, нужно сначала познакомиться с ним. Странно, учитывая, сколько мы с ним дрались. Здрасте, здрасте. Нам тут кое-что подарить нужно. Вручить подарок. Подарить цветочную композицию. Вот, я надеюсь, это оно. Свет, ты... Да, часами, просто часами записываю. Ладно. Надеюсь, вам нормально, что... Эй, 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 эй. Подари ему растение. Не пакости. Давайте посмотрим, повлияет ли это на его возраст. Это не убьет его сразу. Это должно стать... Сделать его взрослым. Ну-ка. Ну. Тебе же понравилось. Что произошло? Так. Он не стал взрослым. О, стал взрослым! Нам нужно еще пару букетов. И мы его прикончим. Милый извинится за то, что мы пытаемся его убить. Правляемся домой. Нужно подождать, когда новые цветы смерти вырастут. Для того, чтобы замутить букетов. Достаточное количество, чтобы прибить персонажа. Но, ребят, я думал, будет намного проще. И, честно, это лучше посмотреть в серии. Но повторять в игре создание букетов смерти и вот это вот все вам точно не захочется. Просто, если вам понравился этот путь, поставьте лайк. Но сами не пробуйте. Оно вам не надо. Оп. Овладели навыком флористики. Вот теперь. Теперь точно. Извиняюсь, я не знаю, сколько длится эта серия уже. Но записывается она как огромный стрим. Но у нас готовится финальный букет для Владислауса. У нас идеальный день для того, чтобы на него наехать. Потому что это потасовки на районе, которые он как раз не переживет. И у нас есть наши финальные растения. Собрать урожай цветков смерти. И добавить их в наш финальный букет. Уф. Погнали к Владислаусу. Хоть бы сработало. Хоть бы. Пожалуйста. Будь дома. Будь дома. Да, он где-то там. Супер. Где ты? Ох, какая ностальгия. Помните, как Минт к нему именно вот в этом вот окружении, в этом доме приставал? Уф. Вот там. Это наш первый персонаж. Я не помню, оставлял ли я подсказку на него. Если не оставлял, то там появился плейлист с нашим первым персонажем. Ничего уже не помню. Я так запутался. Сколько записывается этот видос? Виал Патчи пускает себя вместе. Давайте посмотрим, как Патчи спонжбоба с партией становится. Ну да. Мы здесь за дружелюбным действием. Ага. Вручить подарок. Паду с цветком смерти. Где там наш парень? А, вон он. Довольно идет. Йеп. Идем убивать вампиров. Привет, вампир. Тебе конец. Ну-ка, ну-ка. Хе-хе-хе. Давай, старей. Где он? А, а нам, типа, потренироваться нужно. Работа же еще. У-у-у, супер. Он пожилой? Он пожилой. Нет, не улетай. Нет, 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 нет. Еще один букетик. Свет. У-у-у. Нет. Ой. Стоп. Я, я не понял. Ты же... Так, выразим благодарность. Эй, какого хрена? Почему? Где он? Влад. Алло. Эй. Ты умирать-то будешь или что? Блин, еще я Свет вырубился. А как его убить? Так, я ничего не понимаю. Надо с этим да разобраться. Свет умер, все умерло. Серия тоже закончилась. Все, пока. Делай это! Просто делай это!